Настоящий творческий прорыв, искусство на улицах. Мы не замечаем его, торопясь на работу или домой по привычному маршруту. Но в какой-то момент мы останавливаем взгляд на чем-то новом, что ни в коем случае нельзя пропустить. Эта работа называется «Стойкий». Картина моментально стала популярной в социальных сетях. Ее нарисовал Артем Артаход. Уже более трех лет он занимается уличным искусством. Наша съемочная группа решила пригласить художника на встречу, чтобы поговорить о жизни, ну и, конечно, о творчестве. Артем, привет! Спасибо, что уделил время. Благодарю за проявленный интерес к моему скромному творчеству. Слушай, по-моему, на фотографиях она немного по-другому выглядела. Да, все верно. К сожалению, мои работы не застрахованы от вандализма. Вот здесь кто-то уже попытался испортить работу, но работа не зря называется «Стойкий», поэтому мы сейчас это докажем. Расскажи об этой работе. Откуда взялась вообще идея? Ну, идея возникла у меня, когда я вспомнил про мультик «Стойкий оловянный солдатик». Просто на протяжении всей истории на нашу землю посягались неприятели. И вот через поколение я решил показать в образе солдатиков наших стойких воинов. И назвал работу «Стойкий». Также здесь мальчик держит в руке георгиевскую ленту как символ воинской славы и доблести. И также второе название у этой работы «Папина тельняшка», то есть папа, которого он ставит на уровень со всеми остальными воинами. Папа как бы оберегает его на расстоянии. Я вот смотрю, например, солдатики это, я так понимаю, наклейки, а мальчик сам нарисован именно по трафарету. Расскажи подробнее о технике. Ну, как правило, в своих работах я использую трафаретную технику, так как это ускоряет процесс нанесения. Но в данном случае из-за сложности и маленьких, ну, именно малого размера фигур, я решил их нарисовать отдельно, уже прорисовать и распечатать именно для уличной работы. А реально ли сейчас, так сказать, исправить? Да, конечно. Как бы это, я думаю, даже обязательно. Тогда вперед. Повезло, что с собой Артема было все необходимое, чтобы восстановить картину, ведь акты вандализма случаются нередко. Осталось только вырезать трафарет. Уличная работа никогда не застрахована от порчи. К счастью, я могу приехать на место, посмотреть на работу и, если что-то в ней не так, подправить. Тем более, эта работа называется стойкой. И как раз мы это сейчас докажем. Ну вот и готово. Теперь стойки на месте. Слушай, по-моему, получилось отлично. Ну, как и должно было быть. А что-то еще будет. Я как раз хотел добавить актуальный элемент к этой работе. И сейчас вы станете свидетелем последнего штриха к работе стойки. Пресловутая красная линия. Появилась в этой работе. Ну, а пока мы шли до следующей картины, было время узнать об Артеме побольше. Расскажи немного о себе, именно о начале творческого пути. По профессии я живописец-педагог. Начал заниматься именно уличным искусством. Первую волну пандемии, когда все сидели по домам, а мне захотелось высказаться. И в своих работах я стараюсь привнести, как бы, добрые посылы. И они, по сути дела, это выставка моих работ под открытым небом. Они для обычных людей, не разбирающихся в тонкостях изобразительного искусства. А откуда у тебя рождаются идеи? Ну, идеи приходят по-разному. То есть, так конкретно я не могу сказать. Но бывает, что и там посреди ночи придет какая-то идея. Либо я могу целыми днями ходить, думать, анализировать, что-то придумывать. То есть, тут по-разному. Вот еще, возвращаясь к разговору об обучении. В процессе что самое сложное в процессе создания работы? Ну, именно конкретно сложности какие-то возникают всегда в процессе работы. Либо это ветер, который срывает трафареты. Либо дождливая погода, которая мешает наносить краску. Либо же мороз, когда при минусе уже краска в баллончиках замерзает. Приходится придумывать какие-то ухищрения. В среднем, как правило, работа занимает от 30 минут до часу-полутора. То есть, я считаю, подготовку или сразу... Это именно нанесение. Именно нанесение на локации. Потому что подготовка может 3-4 дня заходить. Потому что все трафареты я вырезаю вручную, отрисовываю все сам. То есть, именно я за такую настоящую историю. Некоторые называют Артема Артахота Химкинский Бэнкси. Но от таких сравнений он открещивается. Говорит, у него свой путь. Это мне напоминает работу одного английского художника знаменитого. Да, все верно. Я именно отсылался к этой известной работе британского художника «Девочка с шариком». Только здесь у меня счастливый финал. И девочке каким-то образом удалось поймать шарик. Эта работа называется «Магнит». С тем посылом, что я ее сделал на 8 марта. И как бы пожелание, работа пожелания счастья и любви. Маленькая деталь, которая отсылает к мультфильму «Цветик-семицветик». Только у меня она здесь называется «Восьмицветик». То есть на сандальке у девочки. Почему именно «Восьмицветик»? Чтобы всегда оставался один лепесток. Так как девушки существа эмоциональные. И всегда должен оставаться шанс, чтобы исправить непоправимое. Работы художника – яркие дополнения городских пейзажей. Они приурочены к важным событиям. Но свои актуальности не теряют никогда. Вот я заметил, какую особенность. Некоторые картины у тебя приурочены к определенным датам. А некоторые – просто к событиям. Каких все-таки больше работ? Ну, свои работы, как правило, я делаю именно к определенным датам и числам. Так как это для меня такой своеобразный пинок. Чтобы я успел вовремя. Потому что иначе потом уже будет поздно. Дедлайны помогают. Да, все верно. И нет ли идеи вообще сделать в одном месте, сосредоточить свои работы в одном месте и сделать арт-квартал в Химках? Ну, подобной идеи у меня не возникало. Но я всегда рад сотрудничеству с коллегами-единомышленниками. И буду рад что-то выполнить вместе. Ты уже все-таки более трех лет занят созданием работ. Были ли предложения или есть ли у тебя желание обучать, так сказать, единомышленников подрастающего поколения, создать мастерскую? Я думал над этим, но пока просто никто не обращался ко мне с такими просьбами. Я думаю, что это можно будет придумать. Порой больше времени уходит на то, чтобы подобрать идеальную локацию для нанесения картины, рассказывает Артем. Должно быть так, чтобы работа гармонично вписывалась в городской пейзаж. Работа называется «Наш мир». Ее я сделал на 12 апреля, ко дню космонавтики. Ну, собственно, изображена наша орбитальная космическая станция «Мир», которая была затоплена в 2001 году. Мне кажется, еще интересная локация подобрана. Ты здесь взаимодействовал именно с черным цветом самого забора. И получается мир космос. Я даже специально подкрасил забор, так как он был неподобающего вида, чтобы станция смотрелась уже целостно. Зачастую уличное искусство имеет недолгую жизнь. Работа художника считается законченной, если есть фотофиксация. В своих социальных сетях Артем Ротоход делится с подписчиками всеми этапами создания работ. Слушай, а сколько всего твоих работ можно увидеть в химках? Я на самом деле сейчас вот подумал и не могу точно вспомнить, но, по-моему, семь. В любом случае, я свои работы дублирую на холстах, правда, с небольшими изменениями, но даст бог, организую свою выставку и приглашу вас обязательно. Будем ждать приглашения. И какие планы на будущее? Ну, я о своих планах не распространяюсь и держу их в секрете, но вы меня еще услышите и увидите. Будем ждать, а я лично желаю тебе удачи. Получил большое, огромнейшее удовольствие от нашей беседы. Полностью взаимно. Спасибо большое. Спасибо вам. Все, всего хорошего. Всего счастливо. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok